Все помнят знаменитые строки Пушкина «Русалка на ветвях сидит». Но не каждый знает, что изображение девушки с рыбьим хвостом ошибочно. Поэт имел в виду совсем другое. Русалками на Руси называли светлых девушек-птиц, прилетающих для того, чтобы передать древние знания и мудрость предков. Выставка у Лакоморья интересна тем, что гости музея народной игрушки могут не только рассматривать работы, но и проверять свои знания, узнавать новые факты о сказках великого поэта. Мы подготовили музейную программу, в которую входят беседы, экскурсии, или, как мы называем, интерактивная экскурсия с разными заданиями, с отказыванием кроссвордов, загадок, и призы, и, конечно же, мастер-класс по изготовлению мини-книжки с каллиграфическими рисунками в стиле Александра Сергеевича, потому что первый иллюстратор сказок был как раз сам Александр Сергеевич. В народной игрушке много образов сказочных героев при создании авторы часто обращаются именно к пушкинским произведениям. Выставку приурочили к 225-летию со дня рождения поэта. В неё вошли более 60 работ из фонда городского музея, частных коллекций и от мастеров Сарова. Работы собраны самые-самые разные. Это и промысловые народные игрушки, то есть народных промыслов, городецкая роспись, банниковская игрушка. Это отдельные мастера, которые работают в Питере, то есть работают в рамках народных промыслов или в стиле народной игрушки. А также очень много представлено игрушек наших саровских мастеров, которые также работают в разных техниках. У нас есть и роспись по дереву, резьба по дереву, резьба по камню, игрушки из ткани, вязаные игрушки. Экспозиция будет интересна детям и взрослым. Посмотреть работы и поучаствовать в интерактивной программе можно до сентября по предварительной записи в часы работы музея. Возрастное ограничение 6+. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Евгений Ивашенко. Служба новостей. Саров, 24.